Дело сдвинулось с мертвой точки. По инициативе управляющей компании 16 февраля в доме номер 8 по улице Московской провели комиссионное обследование установленных лифтов. Представители московской подрядной компании «Стартен» и МУП «Центр ЖКХ» вместе с председателем дома и депутатом Саровской думы осмотрели все три подъезда. Конфликтующие стороны долго не могли найти общий язык. Вы знаете, небольшой негатив, но вроде сейчас спесь немножечко сошла и мы более дружественно начали общаться. Надеюсь, что все вопросы касательно подъездов, ну а именно ремонтов в них, да, все решатся в ближайшее время. Я думаю, ну найдем общий язык. Замечаний у жителей дома было много. Нарушены сроки работ, испорченные участки стен прокрашены неравномерно, на порогах лифтов крепежи либо установлены непрочно, либо и вовсе отсутствуют. Представители подрядной организации отказались давать комментарии об итогах проделанной работы. Но нам пришел ответ от Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Нижегородской области. Нарушение сроков производства работ вызвано дефицитом монтажных ресурсов, возникшим по причине ограниченного разрешения на въезд в город Саров и карантинными мерами, связанными с пандемией коронавируса. Предпринимаются все возможные действия по ускорению сроков завершения работ, усиливаются бригады. Как пояснил представитель Фонда, ответственность за качество выполненных работ несет подрядная организация. В адрес подрядной организации Фондом организована претензионная работа. При оплате выполненных работ подрядчику региональным операторам в полном объеме будут применены штрафные санкции за нарушение сроков работ по договору. Сейчас на данный момент, несмотря на то, что вроде как официальная комиссия собралась, но не готовы люди комментировать свои действия и ситуацию, которая разворачивается в подъездах в доме по Московской 8. Поэтому мы решили сейчас предварительно проговорить все. Представители подрядной организации ООО «Стартен» выслушали все замечания по проделанной работе и обещали исправить их к итоговой приемке лифтов. Сейчас ремонтные работы по замену лифтовых кабин завершены на 95%. Как сообщил фонду подрядчик, все работы закончат до 24 февраля этого года. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.